Девочка Продолжая эфир новости спорта, вас приветствует Дмитрий Вороновин, физкульт-привет. Сначала вести из Словакии, где завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. В двух заключительных видах программы наши земляки остались без наград. Анастасия Кайшева в спринте была 35-й, в пассиуте 31-й. Ильнас Мухаммедзианов в аналогичных гонках показал 8-й и 15-й результаты дня. Добавим, что ранее Ильнас, выступая в составе российской сборной в эстафете, выиграл золотую медаль. Серебро и бронзу у команд из Германии и Италии. И в продолжении темы зимних видов спорта в Ижевске на первенстве при Волжье в заключительный день определилась тройка призеров в эстафетной гонке. Мужской и женский состав сборной Удмуртии завоевал серебряные медали в этом виде программы. Всего же на счету нашей команды 13 наград и 3 из них золотые. Выиграли их Диана Алексеева и Александр Зубков. В командном зачете лыжники Удмуртии первые. А накануне в Ижевске стартовал еще один крупный всероссийский турнир. В столицу Удмуртии приехали лучшие бочисты страны. Популярность этого вида спорта растет как подтверждение количества участников. На соревнования заявились 85 атлетов с инвалидностью. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. На торжественном открытии всероссийских соревнований 85 спортсменов из 16 регионов страны от Югры до Волгограда. В программе 4 дня состязаний, индивидуальных и командных, в двойках и тройках. Мы развиваем уже много лет активно. Доступный такой вид спорта, интересный, умный, как боча. Этот вид спорта является паралимпийским. Играют самые тяжелые спортсмены, когда двигатель нарушения во всех четырех конечностях. Один из спортсменов, выступающих в самом сложном индивидуальном классе, BC3 представляет Удмуртию. Данте Сава играет головой в прямом смысле этого слова. Соревнование такого уровня для 18-летнего участника в новинку. Первая игра показала преимущество соперника 4-2. Но для дебюта результат неплохой. Это называется желоб. Осваивали. То есть он командует, но я только навожу его. То есть он все решает сам. А как разбираетесь? Левее, правее? Он сам говорит. Или я к себе его выворачиваю, или от себя. То есть он командует, я только выполняю его команды. Республику представляют 13 спортсменов. Конкуренция жесткая. Участие атлетов международного класса дисциплинирует. Самый серьезный соперник у нас это Александр Легостаев из Перми. Ну наверняка вы приготовили какую-то стратегию, чтобы победить сегодня. В прошлом году мы не приезжали сюда, Александр участвовал. В этом году мы решили приехать, составить ему конкуренцию, чтобы ему так легко не казалось. Ну и постараемся выиграть у него. Сам турнир дает участникам возможность получить паралимпийский квалификационный разряд и перейти из любителей в профессиональные спортсмены. Победители определятся во вторник, 5 февраля. Тем временем баскетболисты ижевской команды «Купол Родники» провели выездной матч в рамках Национальной суперлиги-1. В Новосибирске они встречались с местным одноименным клубом. Эта игра завершилась победой хозяев паркета с счетом 78-68. Следующий матч ижевчане проведут 13 февраля в Москве. Соперником будет местный клуб МБА. Хоккеисты и штали тоже играли на выезде. В Санкт-Петербурге в рамках чемпионата ВХЛ они встречались с командой «Динамо». В этом поединке победу праздновал клуб из Северной столицы 2-0. В эти минуты дружина Игоря Кропутина проводит очередную игру. На этот раз соперник ижевчан команда «Сканева». 8 февраля и шталь будет принимать на своем льду клуб «Рязань». А теперь переместимся на Центральный республиканский стадион, где прошел всероссийский праздник конькобежного спорта «Лед надежды нашей». Он стартовал одновременно в более чем 50 городах страны и собрал на ледовых аренах не только ветеранов спорта, школьников и студентов, но и совсем юных мальчишек и девчонок. Старая советская добрая традиция актуальна и популярна сегодня всем миром на коньки. На лед выходят и взрослые дети. Не ради результата, а просто ради удовольствия. Это праздник, праздник спорта, праздник коньков, праздник конькобежного спорта. Я думаю, что в таких соревнованиях как раз люди, попробовавшие себя впервые или наоборот уверившиеся в своих уже способностях катания на коньках, они будут продолжать заниматься спортом, будут продолжать активный образ жизни, активную жизненную позицию. Это замечательно. Судьи отправляют на старт 50-метровой дистанции самых юных участников соревнований. Здесь, как и в большом спорте, главное не отстать от соперника. Никакой особой тактики, признаются спортсмены, у них нет. Главное – правильно зашнуровать коньки и не упасть на дорожки. И не беда, что это получалось не у всех. Было очень поначалу страшно, но потом я как-то уже привыкла. Занимаюсь я особо очень редко, потому что я занимаюсь танцами. Коньки – это для меня так. В удовольствие. Мне нравится, да. Чтобы получить удовольствие. Просто когда ты катаешься, ты получаешь кайф. И все эмоции выпляскиваются. Преодолела легко 50-метровую дистанцию и юная лыжница Ирина Богданова. Медаль она не выиграла. Говорит, коньки – ее хобби. На соревнованиях эти выступала для себя. А награду она еще выиграет на ближайшем турнире по горнолыжному спорту. Она понимает, что если она добивается успеха, этот успех ее стимулирует к успеху в учебе. В этом году на старт соревнований по конькобежному спорту вышли более 500 человек. Организаторы уверены, и 9 февраля на лыжне России будет не меньше участников. Спорт – это здорово! Это были все новости спорта на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.